Уважаемые друзья, дамы и господа, мы продолжаем наше увлекательное путешествие в главу Воешев Воешев у нас недельная глава, я уже... Они настолько быстро сменяют друг друга, что просто иногда даже путаешься Но скажите мне, какое у нас сегодня число? Здесь только можно закрыть дверь, чтобы нам акустические эффекты не мешали Какое? Стрим Сегодня 20-е кислева, 5776 года, с чем я всех нас, вас и их поздравляю Я напомню вам, где мы остановились, еще раз повторяю Нет у нас никакой задачи и возможности охватить всю главу Поэтому всегда я отсылаю желающих познакомиться со всей главой к изданию Тура из Циона А мы с вами вот что успеем, то и обсудим И вчера мы с вами, позавчера говорили о продаже Юсефа в Египет Почему, кто, зачем, это мы с вами обсудили А сегодня 38-я глава, и это Иуда Сегодня тема наша Иуда Не забывайте, что Юсеф и Иуда, это два царства в Израиле Два царства в Израиле И они в нашей литературе как называются Маше бен Юсеф, Маше бен Дэвид И взаимодействие между ними, оно во многом не определяет нашу историю И так как мы много говорили о Юсефе Точнее мы с вами говорили о конфликте между Юсефом и братьями Я напоминаю вам, что конфликт относит далеко и не столько личный характер Конечно там личные мотивы были Но не только личный характер, а два совершенно разных взгляда Юсеф явно тяготеет к тому варианту реализации и назначения Израиля Который связан с Галутом Светить изнутри, перестраивать народы мира изнутри Это его идеология Мы видели, что это уже было в семье Авраама Нахор и его потомки Но Юсеф всего этого не помнит Он был маленький И у него есть такая идеология Братья во главе с Иудой, конечно, против Они считают, что мы должны отсюда Светить своим светом Как сказал пророк Ишаяу Из Сионы выйдет Тура И слово Ашем из Ярушалаима Это как раз название этого издания Откуда взяли люди название этого издания? Тура из Сиона Как вы думаете? Откуда это взято? Из Ишаяу Из Сиона выйдет Тура И слово Ашем из Ярушалаима И вот хотелось бы сегодня действительно познакомиться Более подробно и глубоко с Юдой С его характером Мы с вами видим, что и по характеру они разные И даже противоположны Давайте посмотрим И было в то время И спустился Иуда от братьев своих И повернул до мужа Адуламия Имя его Хира Надо сказать, что Тура излагает Событие так Что у нас создается впечатление Спасибо А еще Создается такое впечатление Что вот продали Юсефа После этого Иуда спускается от братьев А в это время происходит событие с Юсефом Вот так Тура излагает Вы со мной Или вы не со мной О Вот когда я читаю Туру просто так Какое впечатление создается? Когда происходили события? После продажи Юсефа Иуда уходит от братьев А в это время Юсеф в Египте И рассказы эти параллельные Но если честно говоря Обратить внимание То с точки зрения Пшата Это не очень-то укладывается в голове Потому что события Описанные в нашем Сегодняшнем рассказе Юда, его сыновья, Тамар Эти события происходили Не одно поколение Вы понимаете? То есть Не могут они никак уложиться В то время Когда Юсеф был в Египте Ну с большим трудом Не знаю Подумайте сами С точки зрения Пшата Хронологического Это вероятно было раньше Но мы не обращаем на это внимание Потому что Тура не хочет Чтобы мы на это обратили внимание Тура хочет Чтобы мы Сравнили Два этих параллельных рассказа Вот Юда Его приключения Здесь Вот Юсеф параллельно там Чтобы мы сравнили Два этих типы характера А то, что они не очень Одновременно происходили Тура Как бы Скрывает немножко от нас Хотя ты начинаешь думать Действительно Раги-раги Что здесь происходит Понимаете? То есть у Туры Есть определенные тенденции Желания То есть Чего Чего нам Чего Тура здесь хочет Она хочет того Чтобы мы сравнили Просто сравнили Юду и Юсефа Поэтому допустим Действительно Это происходит После продажи Юсефа Юда Уволенный от своих братьев Его конечно Обвинили во всем Понятно Он был главным И он уходит Частную жизнь Оставляет политическую карьеру Уходит Частную жизнь И Соединяется Со своим другом Кнанейцем Который живет в Адулами Зовут его Хира Всегда есть В колене Юда Есть некая тенденция Заключать союз С неким Кнанейцем Даже имя похожее Вы помните Вы помните Потом Шломо заключил Союз с Хирамом А здесь Хира Здесь некая Закономерность Он идет И соединяется С ним Хира Хира Адулам Это место Это правда Что Это тоже Тоже самый Человек Или это Позже Медраж Кто Медраж Медраж Хочет показать Что есть здесь Определенная Линия Которая их Соединяет То есть Есть тенденция В колене Юда Заключает Союз С каким-нибудь Кнанейцем И это не всегда Плохо Это не всегда Плохо Мы сейчас Увидим Что здесь Нет осуждения А ведь Юда Делает то Чего никогда Не делали Раньше Наши Наши Отцы Он женится На Кнанейке Сейчас мы с вами Увидим Это революция И увидел там Юда Дочь Мужа Кнани Имя его Шо То есть Кнанейц По имени Шо И взял ее И вошел к ней И забеременела Родила сына И назвал имя его Эр И заберемела И заберемела еще И родила сына И назвала имя его Онан И продолжила еще И родила сына Третьего И назвала имя его Шела И был в Гзиве Когда родила Наим Вот здесь конечно Нужно остановиться Почему Юда Позволяет себе Жениться На дочери Кнанейце На Кнанейке Когда наши отцы Так остерегались Вспомните Абрам Говорит Ну 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 Только из семьи Мы возьмешь Вы чувствуете Что есть совершенно Другое отношение Почему Почему другое отношение Как вы думаете Да но Жениться на Кнанейках Это было нарушение Семейной традиции А почему Исправить Кнанейцев Почему сейчас Можно исправить Кнанейцев А во времена Аврама Ицхака И Акова Нельзя исправлять Кнанейцев О То есть Есть некое Сознание Которое Хочу все время Подчеркнуть С точки зрения Сыновей И Акова Народ Израиля Уже существует Понимаете Эпоха отцов Кончилась По крайней мере Так считает Иуда А раз Эпоха отцов Кончилась Закончился Лабораторный Период Создания Семейной Ячейки Мы уже Не семья Мы уже Сыны Израиля Так они Себя называют А раз Мы уже Израиль Можно принимать Элементы Извне Взять Кнанейку И огьюрить Почему нет На начальном Этапе Это невозможно Поскольку Может разрушить Весь эксперимент А здесь Уже Мы достаточно Сформировались Чтобы принимать Ведешний элемент Да Интересно Я думаю Что Агарь Был сделан Гьюр Все-таки По-другому Смотри Когда была Агарь Гьюр Некуда Было Делать Нет Израиля Нет Аравда Тура Забыдал Беседа Это была Тура отцов Это была Тура отцов Написано В полном объеме Эй В полном объеме Но это Другая Тура Нет Атура Которую Получили На горе Сина Не знаю Мне кажется Там Что это Может Я не говорю Про Ур Я говорю Про то Что Для того Чтобы Сделать Гьюр Нужно Чтобы Израиль То есть Гьюр Это Присоединение Человека К народу Израиля А если Нет Израиля То И Гьюра Нет Поэтому Наши Отцы Очень Остерегались Очень Остерегались Эти Эксперименты Нужно Нужно Родился Гой Просто Вообще Человек Сам Это Верас Суприк Авра Авраам И сам В статусе Бен Но На Авраама Смотрят наши мудрецы Как на Бен 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 То есть Все То Время Пока Нет Народа И Гьюр Не Рассматривается Потому Что Некуда Гьюрить Чтобы Принять Человека В какую То Команду Он Нужно Чтобы Команда Существовалась Нет Команды Мы Идем По Улице Вот Вот Я Вот Ты А Когда Мы Уже Основываем Какой-то Знаменитый Клуб Супер Престижный О Давай Приходи К нам А Когда Приходить То Некуда А Иуда Считает Что Уже Есть Вот Это Я хочу Подчеркнуть С точки Зрения Иуды Закончился Семейный Период Начался Национальный А раз Национальный Начался Почему Не жениться На Кнанениках Правда Честно Говоря Из этого Ничего Не Вышло Три Имена Посмотрите На их имена Скажите Это имена Ивритские Или нет Объясни Мне Объясни Мне имена Если они Ивритские Ну а Кого А Я Интересуюсь Имена Которые Дал Дал Кстати Кто кому Давал имена Посмотрите В тексте Первого Назвал Юда А второго И третьего Назвала Она Кстати Большей частью Мы видели Это у наших Матерей Имена Дают Матери И Вы можете Прекрасно Видеть Различие Имя Которое Дал Юда Оно Ивритское Имя Которое Дала Она Не Ивритское Потому что Что такое Онан Иштела Понятия Не имею А вот Что такое Эр От Какого Это Корня Эр То есть Бодрый Свежий Бодруствующий Он Явно Ивритское Имя Видите Какая Разница Теперь Давайте Посмотрим Что Из этого Всего Происходит Вышло Кстати Интересно В пятом Пасуке Добавляется Интересная Деталь Где он Был В то Время Когда Родился Шелла Он Был В Кзиве Скажите Какая Что вы Скажете Совершенно Лишняя Деталь Он Был В Кзиве Когда Она Родила Его Да Какая Разница Где он Был Родила И родила А Почему Развелся Он Дальше Здесь И Взял Он Берет Им Жен А Он В Кзиве Он Пас Овец Что делают Наши По сути Овец Дальше Он Берет Им Жен Но Обратите Внимание Что Указывается Географический Пункт Любопытно Да Корень Кзив Что означает На Иврите Кзив Каф Зайн Юдбет Имя Имя Место Упоминается Что-то С ним Связано То есть Надо Что-то Проанализировать Здесь А Казав Что такое Казав На иврите На иврите Танаха А Ложь Ложь Шекер Б Казав На современном Иврите Есть глагол Ля Гзив Разочаровать То есть Слово Гзив Явно Намекает На то Что Это Был Ложный Маневр Ничего из этого не выйдет Действительно Шелла ничего не вышло Он остался Жить И ничего из него не вышло А я вам скажу еще одну интересную вещь Вы помните Что когда Я перескакиваю времена после второго храма Раби Акива И Баркокба Подняли восстание Помните? Помните или не помните? Да Ага И Раби Акива Говорил всем Что Баркокба Машеах Помните или не помните? Да Помните А? Наверное Все 7-маны Чтобы я Позволь Машеах Я же не против Я за Я просто хочу Упомянуть Что он его назвал Машеахом Теперь Вопрос Который возникает И Рамбам В законах Машеаха Приводит Пример Что такое Машеах? Вот например Давид Или например Баркокба Но ведь Рамбам сам пишет И всем это известно Что Маше должен быть Из дома Давида Он Как минимум То есть если он не из дома Давида Так это не то И нигде Рамбам не пишет Что Баркокба был из дома Давида То что он Не делал никаких чудес Рамбам говорит И не надо никаких чудеса Не надо его проверять Все это глупости А вот Спросить бы его Из дома ли он Давида Давид был из дома Давида Я понимаю А Баркокба Из какого колена? Не думали на эту тему? Теперь А? Из каких мест был Баркокба? Как его звали? Полностью До того как Раби Акива назвала бы Баркокба Шимон это его имя Баркокба это его прозвище Сын звезды По По Пророчеству Белама Что взойдет звезда от Яакова Так как я Раби Акива Шаламашехом Назвал его Или называли его Баркокба Сын звезды А меня интересует его Настоящая фамилия Барк... Бен Козьба Бен Козьба Это вам ничего не напоминает? А? Козьба Из какого он места был? Из Кзива То есть вероятно Почему Никто не спрашивал у него Происхождение Было ясно Что он из потомков Давида Он из Кзива Из тех мест И взял Евда жену Эру первенцу своему И имя ее Тамар И вот здесь На нашем На нашей сцене Обратите внимание Появляется Женский образ С ивритским именем Потому что Это Кнанейка Как ее звали? Батшуа Дочь Шуа А как же зовут Новую нашу героиню Тамар Скажите Тамар Какой это На каком языке? Мы с Тамарой Ходим пары Тамар На каком языке? Иврите Что это означает на иврите? Феник То есть это родное Любимое Ивритское слово Которое В Торе встречается Потом Один из видов Один из видов Растений Один из видов Плодов Которым прославляется Эр-Цесраэль Например Ерихон Называется В Танахе Ир-Ат-Марин Теперь Давайте посмотрим Что происходит И был Эр-Первенец Иуды Плох в глазах Ашем Чем он был Плох Мы не знаем И умертвил Его Ашем То есть была У него Какая-то Проблема Моральная И он заслужил Смерти Не знаем Какая И сказал Иуда Онану Войди К жене Брата Своего И сделай Ебум И восстанови Семя Брату Твоему Обратите Внимание Что Митсват Это Когда Упоминается Где Упоминается Митсват Ебум В Торе А? В Торе В моем Издании Тор Упоминается Может у вас Сокращенную Не Упоминается Какая Митсва Нету Торе Такой Митсвы Есть В книге Дворим В книге Дворим Муша Излагают Такую Митсву Эти Живут Два Брата Один Умер Нет Детей Сыновей Есть Митсва Жениться У брата Его Жениться На вдове И продолжить Линию Сына Теперь Мы видим С вами Что обычай Это существовал Задолго До Тора Задолго До Тора И Иуда Требует От Онана Своего Второго Сына Чтобы Он Женился На вдове Брата Чтобы восстановить Ему Потомство Поведение Онана И знал Онан Что не ему Будет Семя То есть Это не Его будет Сына Продолжение Эра И бывало Если входил Или Когда входил В жене Брата своего И портил На землю Чтобы не дать Семя Брату Своему Как это Называется Эгоизм Он Не хотел Чтобы у брата Было продолжение И зло В глазах Ашем Что он делал И умертвил Так же Его Ааа Шучит Так же Так же Как кого Как первого Значит И первый Делал То же самое Так же Его То есть По такой же Статье За такую же Вину Теперь возникает Вопрос Если он Не хотел Дать Потомство Своему брату Из соображений Чистого Эгоизма То почему Эр не хотел Делать этого Это же был бы Его сын То есть Он Не хотел Чтобы беременность Испортила Красоту Тамар То есть Эстетика Препочитается Жизнь Вы обратили внимание Что А? Откуда он это знает Ну он Из таких Именно Соображений Придел Я тебя приведу Откуда мы это знаем Мы можем предположить Потому что В книге Берешит Был герой Которого Звали Лемех И вдруг Он берет себе Две жены Ада И Цила И у них там Явное разделение Одна рожает А другая Не должна рожать И то что Цила родила Там представляется Как некая Недоработка Ошибка И я спрашиваю Почему Потому что Одна была Для детей Другая Для красоты Нету здесь Единства В едином Восприятии Мира И красота И жизнь Это одно Ведь когда Женщина беременеет И рожает детей Ведь это же Наполняет Ее жизнью Но В 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 Действительности Эти вещи Не совмещаются Красота Должна быть Бесплодной Представляете Что это такое Бесплодная красота поэтому логично предположить что это были соображения эра в любом случае оба они умирают теперь что думаете иуда скажите как вы думаете как он понимает смерть своих сыновей что из-за он дал ей одного сына другого умер и шак от ланит убийственная женщина дам ей 3 что будет останутся без сыновей и сказал иуда тамар невестки своей сиди вдовой в доме отца твоего до того как вырастет шелла сын мой потому что сказал чтобы не умер также он как братья его и пошла тамара поселилась доме отца своего то есть она была тамар замужем за всей этой семьей понимаете поэтому или же кто-то из сыновей иуды женится на ней или же нужно давать развод и отпускать мы видим что по тем временам не было возможности этого а кстати говоря вполне возможно что не было возможности такого такого сделать что делает тора тора меня этот обычай оставляет его но редактирует что тура говорит во первых а кстати еще одна вещь ромбан говорит что этот обычай здесь до торы он включал в себя всех мужских родственников мужа то есть или братья его женится на ней или сам иуда должен был жениться на ней что кстати потом она и заставила его сделать соблана дойдем я просто человек что по обычай обычай древний обычай включал в себя два элемента во первых два отличия во первых невозможно было от этого отказаться невозможно было отказаться от выполнения этой митцвы во вторых все мужские родственники в доме были включались в круг в круг этой митцвы что-то ура делает во-первых ограничивает ограничивает мужских родственников только братьями батями а во вторых делает возможным отказ так называемая халица на обратили внимание если он не хочет выполнять ту митцву есть целая процедура помнит там и снимают башмак плюют и так далее так далее так далее все это делается для того чтобы показать что есть выход из положения то есть если бы здесь была та была такая возможность то не было не произошло бы всей этой истории нашим был заинтересован чтобы эта история произошла то здесь есть обычай как он был от ура его немножечко отполировать скажем так оставляя возможность вообще от отмены хотя это как бы позор для него тем не менее это возможно поэтому здесь ситуация у тамар была безвыходной понимаете она не могла никак от этого освободиться иуда не знаю что с ней делать и умножились дни и умерла дочь шуа жена иуды что вдовел и утешился и иуда и поднялся к стригущим овец его поехал на ярмарку вполне возможно с целью выбора новой жены он и хера друг его адулами в темну интересно кстати если вы посмотрите на карту то вы увидите что темна находится ниже 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 адулама графически это спуск а здесь написано подъем я подчеркну что иуда поднимается вы обратили внимание что из его первого брака ничего не вышло два сына умерли а третий без никакой пользы и рассказано было тамар сказав вот свекор твой поднимается в темну стричь овец она тоже имеет своих наблюдателей в его доме осведомителей и они и рассказывают а и сняла одежды вдовства своего себя и закрылась покрывалом и укуталась и села входа войной который по дороге в темну видим это важный перекресток потому что увидела что вырос шелла и она не дана ему в жену то есть шелла давно вырос никто не собирается давать ей шеллу и поэтому нет никакого шанса родить сына из этой династии и тогда она применяет решение подловить самого иуду поскольку он мог бы сделать эту митсву но он не хочет и увидел ее иуда и принял за проститутку потому что закрыла лицо свое кстати многое говорит о моральном облике того времени закрывали лицо представительницы таких профессий и завернул к ней на дорогу и сказал дай-ка пожалуйста войду к тебе потому что не знал что невестка его она и сказал что ты мне дашь если войдешь ко мне и сказал я пришлю козленка из стада и сказала если ты даже залог до того как пришлешь ты давай залог и кого что за залог которая тебе там искала печать твою и шнурок твой и посов твой который руке твой то есть все его атрибуты царской власти понимаете это его печать его посов ведь он как бы князь такой местный царь обратите внимание с полномочиями казнить людей и дал ей и вошел к ней и забеременела ему и встала и пошла и сняла покрывала свою себя дело одежды в доства своего и послал его до козленка куда честно послал козленка в руке друга своего адулами чтобы взять залог из руки женщины и не нашел ее и спросил людей место ее сказав где к дыша которая та которая война им по дороге и сказали не было здесь к дыша обратили внимание что к дыша к дыша это почему называется к дыша потому что было было обычай и в храмах используете разврат как часть культа и вот этот храмовый разврат они назывались или к дыша или к дыш мужчины назывались к дыша а женщины к дыша то есть как выделенные посвященные для этого в более широком понимает вообще проституция к дыша то обид не будет к дыша и к дыш в народе израиль современные такие используются потому что это часть культа если слово зона перед этим используется но к дыш это их дыша это проституция с являющейся интегральной частью храмовой службы у канонейцев все было что отвечают и ему канонейцы не было здесь гдыша вы понимаете то есть канонейцы в ради с каким тоном была сказана эта фраза оскорбляешь обижаешь начальник у нас канонейцев нет такого социального явления как вы думаете они говорят правду конечно правду потому что если бы это было не так это было бы очевидно то есть поймите на каком уровне тогдашние канонейцы это объясняет то что и у даже не усынук на некий друзья его канонейцы это совсем не тех на ней ци которых мы встретим с вами во времена и ушла бин ну на помните первое место которое попадает человек городе ерихо это публичный а тогда не было а кстати почему как вы думаете почему канонейцы так разложились не было обрезание те кто не делают до обрезания и рассосрали его разлагай и поделать так народ я имею а ведь были очень приличные люди помните когда всевышний обещает аврааму его потомству землю четвертое поколение вернется сюда потому что не полна еще вина и мурейцев то есть и канонейцы и мурейцы они еще очень высокого уровня они еще не заслуживают изгнания а вот через четыре поколения твои потомки вернутся вот тогда канонейцы будут уже совершенно без этой заслуги но меня здесь интересует иуда и сказал иуда пусть возьмет себе чтобы мы не были на позор обратили мане что с точки зрения аллахи его контакт с этой женщиной не был запрещен тогда это не было запрещено но в этом понятно это было некрасиво он не хочет дальнейших выяснений чтобы это все не вырезала на наружу дальнейших поисков ну нет и нет ладно пусть берет себе козлёнка вот послал я козлёнка этого ты не нашел это я свое я свое свое условие выполнил но вы помните что она у него взяла надо все его царские принадлежности изготавливать новые печати послок и было через три месяца и рассказано было июде сказав разврат ничего тамар невестка твоя а также вот беременна то разврата почему нашу нора он глава рода ведь она же вдова она же должна ждать пока кто-нибудь из семьи женится на ней а она беременна и он выносит царский приговор и искал юда вы видите и пусть будет сожжена видали вот такие были обычаи а за бедали говорят смотри ведь из-за из этого потом конце конце концов концов есть у нас аллаха что дочку и на который развратничает она и она заслуживает сожжение все это все корни всех этих вещей они поведение наших отцов как известно вид как как не свои бум так и здесь мы видим что тамар она не простая женщина у нее есть и ивритское имя то есть она явно из нашей семьи земли как она оказалась там трудно сказать но она явно из потомков шима во всем параметрах то есть что тура хочет сказать ошибка иуда было в том что он женился на канонейке он искал корней которые можем упустить в этой стране и думал что канонейцы они самые древние а на самом деле нужно было искать своих еврейских камней ведь канонейцы то они не древние они пришельцы здесь раньше кто здесь жили и в рим помните где у сф сказал я украден из страны и рим теперь скажите что такое тамар такой товар финик но ведь вы знаете у финика есть два дерева есть дерево мужское и женское женское называется тамар а мужское называется декель декель и она плодов не дает так вот компетентные люди говорят что что шуа это как раз на канонейском вот этот вот бесплодный декель то есть это 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 ветвь бесплодная тебе надо было искать настоящих корней они те которые лежат на поверхности а настоящие корни и в этой земле это еврейские корни то есть иуда должен был жениться на ком по идее то на какой на ими евреев не было еще но на ком он должен был жениться на тамар и тогда не было бы всей этой истории эра анан и шелла всех этих совершенно неудачных вариантов шелла остался толку никакого ты видел какая что ведь что из шеллы произошло найди мне что это из родословная марку же должны были люди были наверно никакой роли не сыграть в колени иуда на свете и а может еще не было нужно было искать другую представительницу там она же откуда попала то есть надо было искать еврейских корней они канонейских хотя повторяюсь точки зрения формального не было конечно здесь запреты может быть другие колено так и сделали но иуда иуда должен был пойти по другому пути по крайней мере даст нам явно на века короче ей грозит смертная казнь это ужасно посмотрите на поведение тамар она выводится и она послала к сверху своему сказав мужу чьи эти я беременна и сказала опоздай пожалуйста кому печати шнурки посох эти обратили мое поведение она послала им год вот пусть он узнает кому я беременна что мог бы сказать иуда не знаю в первый раз вижу и что было бы то есть она не стала не 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 созвала пресс-конференцию и не рассказала все приключения иуды представляете себе все газеты выходят с такими заголовками иуда известный патриарх вождь и красивая история она не хотела его позорить не хотела его позорить с иной фактически своей жизни ведь другой бы на нем искал первый раз вижу и все ее сожгли никто ничего не знает а аду ламиет от молчит и всю жизнь будет молчать пожалуйста не понял она его подловила когда он овдовел у нее есть у нее свои люди они сказали он поднимается на ярмарку тура подробно рассказать она выходит на это место и пользуется тем что у него нет жены это и она хочет родить сына в этой в этой семье она понимает что иуда должен жизнь она не может пускать женись на мне у нее нет выхода сейчас мы увидим оценку иуды что иуда мог бы сказать первый раз вижу все история закончилась не знаю не знаю что это нет человека нет проблем и узнал иуда почувствовать его понятие просто это это перед всеми показать свой позор и сказал она правее меня почему потому что не дал я ее шили сыну моему то есть то что она сделала это было правильно она была права и хотя в принципе он мог бы сейчас официально не не жениться и продолжал больше познавать ее потому что видимо ему было все таки стыдно но обратите внимание что перед нами первый человек в истории который сделал что чуву иуда он автор этого понятия чува это патент иуды первый человек которым то расскажешь на сделать она правее меня признать чужую правоту вы помните почему лея назвала его иуда благодарить да но обратим внимание лиод от этой и признавать умение благодарить и признавать она у иуды очень сильная и потом мы с вами видим у кого это очень сильно умение благодарить и признавать свои ошибки и делать шиву у кого из потомков иуды давид то есть мы видим потом один к одному поведение такое действительно я был неправ тогда и было во время родов его вот близнецы в животе и и скрытие что еще придавайте прочтем до конца и было когда рожала она и дал руку то есть один уже высунул руку а значит ты первенец и взяла акушерка и привязала на руку его нить красную чтобы определить что он первенец сказав этот вышел первым и было когда вернул руку свою и вот вышел брат его и сказал что прорвался себе на пролом опередил его и назвал имя его перец перец это прорыв а после вышел брат его у которого на руках на руке нить красный назвал имя его зерых зерых это красный теперь скажите почему двое сыновей а не один совершенно верно то есть вся эта митсва и бум построена на гильгуле на перевоплощение брат который умер возвращается снова то есть если бы он он женился на тамар то родившийся сын был бы эра а так как два брата погибли два брата умерли то иуда таким образом восстанавливает двух своих сыновей перец и зерых кто из них кто из них эры кто и кто зерых не знаю потому что один прорвался другой прорвался первенцем стал перец если посмотрите в книгу руд которую упомнили сегодня то вы увидите там что он является одним из родначальников династии давида а нет зерых вышел вторым на последний дистанции на последнем метре дистанции перец его обошел прорвался затащил его обратно и сам вышел руку вытащил и забрал нет 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 рука не считается судья не засчитал но я думаю что если вытащил голову да а рука еще нет все перец обошел его на последнем повороте и стал первенцем я брать внимание что у во всей этой династии прорыв кроме давид воюет время написано прорвался перец парадство это имя обыгрывается еще и всякие пьютил в которых давид называется машин называется бен парци иными словами получается аж через всю эту некрасивую историю у нас здесь начинается династия машиаха а что является главным в этой качество умение признать свою неправоту умение сделать шу это это династия давида теперь у юсефа почитайте сами у юсефа нет такой возможности потому что если он совершит ошибку там в галуте тушула невозможно он полностью ассимилируется поэтому он не может сделать ошибку поэтому не может сделать шву тому как делается чувак учит нас ерунда если я сам оказывается в египте той же ситуации на фон читайте сами издание тура миссию но у него тоже испытание там женщины куда спокойно заходит выходит исправляет нет проблемы для юсеф это критическое испытание почему потому что как нам написано лежать с ней быть с ней а что мудрецы говорят если он был лежал с ней то остался бы с ним то есть там в галуте нет права на ошибку как у сапера как у сапер один раз ошибки все пропал ассимилировался и ушел и усеф не может себе этого позволить его программа исправлять египет изнутри не ассимилируясь совсем уже этнически поэтому юсеф там герой нет права на ошибку поэтому и чуму не нужно делать потом приезжай приходит и иуда и учит его шуве так он делает шуму уже по поводу своих и египетских начинаний и говорит ребята наше место там уматываете но это уже позже пам-пара-бам-пам а